Дикая природа Скандинавии Далеко, на Арктическом Севере, раскинулся причудливый ледяной мир. Гренландия — одна из последних жемчужин природы такого размера на нашей планете. Только сильнейшие выживут в кажущейся бескрайней дикой природе. Это родина белых медведей. Силы природы создали и наложили отпечаток на самый большой остров на Земле. На котором снег и лед управляют всей жизнью. Гренландия Гренландия расположена в Северном Ледовитом океане, в полутора тысячах километрах от европейского материка. Площадь острова равна всем скандинавским странам вместе взятым. Около двух миллионов квадратных километров, большей частью покрытых гигантской ледяной шапкой. В зимние месяцы земля видна только на побережье Гренландии. Обрывистые утесы в мертвой хватке застывшего океана. Сейчас для белых медведей идеальные условия. Зимой они покидают материк, чтобы охотиться на тюленей, на морском льду. На севере Гренландии зима тянется восемь месяцев, а солнце исчезает на 120 долгих темных суток. В полярную ночь температура опускается до 40 градусов ниже ноля. Мощные ураганные ветры Питераки проносятся над землей со скоростью 250 километров в час. Мало какие живые существа могут выдержать такие экстремальные условия. Даже овцы-быки оказались сейчас на грани своих возможностей. Их длинная густая шерсть сохраняет тепло тела, но они почти не находят никакой еды. У кого недостаточный запас жира, тот не переживет зиму. Стараясь двигаться как можно меньше, звери экономят энергию. Но в темное время года все равно не избежать множества жертв. В это время на полярном небе появляется северное сияние. В конце февраля солнце возвращается и в Северную Гренландию. Но ему понадобится еще много месяцев, чтобы растопить снег и лед. Полярные волки. На северо-востоке Гренландии их обитает совсем немного. Люди их практически не встречают. Датские и норвежские охотники за шкурами положили столько зверей, что белые волки исчезли в 30-х годах 20-го века. Только в конце 70-х они снова поселились здесь, перейдя из Канады по морскому льду. Зима для них – брачный сезон. Но потомство у самок появляется только в благоприятные годы. Песцу стоит быть осторожным. Но волки-родители и их прошлогодние детеныши слишком заняты собой. Полярные волки проходят тысячи километров без отдыха, выискивая еду. Песцу, который претендует на эту территорию, повезло. Скоро здесь снова воцарится покой. Лахтак – специалист по выживанию в Арктике. У него не вызывает проблемы жизнь в ледяной воде, пока полыньи остаются открытыми. Сейчас начало мая, и самка родила на льду малыша. Ему всего несколько часов от роду, но он уже хорошо развит. Едва родившись, он весит 35 килограмм. Маленький лахтак набирает вес до 90 килограмм, благодаря очень жирному молоку матери, оставаясь с ней всего две недели, после чего ему придется жить самостоятельно. Но пока что малыш и знать ничего не хочет о том, чтобы остаться одному. Детеныши лахтаков скидывают белый мех еще в материнской утробе. Маскировка для них не так важна, как для малышей других тюленей, так как они могут почти сразу после рождения нырять за матерью в воду. В мае у берегов Гренландии словно из ниоткуда появляются огромные стаи птиц. Это люрики. Их места гнездования, отвесные насыпи валунов, уже свободны от снега. Люрики – самые маленькие морские птицы, размером едва ли с дрозда. Они питаются морским планктоном. На сушу они выходят только во время выведения птенцов, зато в огромных количествах. Некоторые птичьи базары насчитывают больше миллиона особей. По всей Гренландии выводят птенцов около 30 миллионов люриков, 80% общей мировой численности. Каждый год, добравшись до мест гнездования, птицы иногда часами кружат большими группами. Такое поведение, судя по всему, служит для синхронизации и подготовки к предстоящему выведению птенцов. Тереться клювами – часть ритуала ухаживания перед спариванием. Люрики всю жизнь верны своему партнеру. Но им приходится каждый год искать новое место, где отложить яйцо. Все расселены в камнях, тщательно исследуются. Подходящие места при таком количестве птиц – редкость. Часто на одно место находится несколько желающих. Уже выбранное место для гнезда ожесточенно защищается от нежелательных соседей. Иногда весь птичий базар поднимается в воздух. Одно из самых ярких природных зрелищ – Гренландия. СИГНАЛ УРОН СПЕРЕoser …. КОНЕЦ В июне силу Солнца уже не остановить. Начавшись со слабого капания, талая вода быстро образует ревущие потоки, разрезающие снеговые поля. Морской лёд во фьордах медленно ломается, открывая миграционные пути самым крупным ластоногим Гренландии – моржам. Их численность сильно сократилась из-за охоты, и их всё ещё отстреливают. Но есть места, где они могут спокойно отдыхать на льдинах. Весь северо-восток Гренландии объявлен заповедной зоной. Миллион квадратных километров. Это равно площади Германии, Франции и Бенилюкса вместе взятых. Это самый большой национальный парк на Земле. Мир всё ещё девственной красоты. Гренландские белые медведи всё ещё пользуются спросом у охотников. Но, по крайней мере, охоту на настоящий момент сильно ограничили. В национальном парке каждый медведь находится под защитой. До наших дней почти нигде не сохранилась настолько уникальная дикая природа. Национальный парк Это всё ещё царство белого медведя. Никто точно не знает, сколько этих крупных хищников обитает в здешних местах. Так как север Гренландии весьма удалён и труднодоступен, белых медведей практически невозможно сосчитать. Генландские белые медведи За тысячелетия ледники отполировали базальт. И возник необычный ландшафт. Ледяные массы в прошлом сглаживали целые горы. До так называемых бараньих лбов с крутыми склонами. Такие башни из скал – идеальные места гнездования для белосчёких казарок. Около двух дюжин парк выводят птенцов на этой скале. Необычно для птиц родственных гусям, ведь у тех гнёзда находятся на земле. Но там относительно маленькие казарки стали бы лёгкой добычей для песца. Тому остаётся лишь тоскливо смотреть на птичье потомство. Пока казарки остаются наверху, им нечего бояться. Но только что вылупившихся птенцов нужно кормить. Им скоро придётся покинуть безопасную скалу, прыгнув в воздух. Песец знает, что в его присутствии они прыгать не станут. Последний взгляд, и он удаляется. Во многих гнёздах птенцы ждут подходящего момента, чтобы спрыгнуть. Песец ушёл, и момент кажется подходящим. Но и чайка-бургомистр положила глаз на казарочье потомство. Пока родители и птенцы остаются рядом друг с другом, у чайки нет шансов. Сейчас необходимо делать всё быстро. Родители показывают, как надо. Первый птенец прыгает вслед за ними. Получилось. Теперь следующий. Второй птенец слишком далеко откатился и оказался в недосягаемости родителей. Чайки тоже это заметили. Птенец козарки, похоже, потерял ориентацию. Бургомистр реагирует молниеносно, не оставляя птенцу ни единого шанса. Только одному малышу удается спуститься вниз. У соседнего семейства дела обстоят лучше. Все держатся близко друг к другу, и под защитой родителей малыши скатываются со склона. Они ещё настолько лёгкие, что не получают при этом травм. Всё потомство добралось до низа целым и невредимым. Теперь семейство отправится на пастбище в тундру, где их поджидают уже иные опасности. В начале июля все белощекие козарки покинули гнездовье. Наконец, в Гренландию приходит лето. Тундра становится разноцветной. Шамни-ломка, кассиопея четырёхгранная и дриада восьмилепестная расцветают на короткое время. В солнечные дни температура поднимается до плюс 20 градусов. Детёныши песцов уже играют рядом с логовом. У их матери, похоже, нет настроения участвовать. Летом в Гренландии появляется одна напасть. Комары. Плотный лисий мех защищает, к сожалению, не везде. Их слишком много. Малыши предпочитают укрыться в норе. А мать отправляется на охоту. Длиннохвостый поморник, заметил песца. Если тот слишком близко подойдёт к гнезду, он нападёт. Сначала комары, теперь ещё и поморник. Лисица уходит прочь. Поморник может высиживать дальше. Но это необычная кладка. Она насиживает камень. Это происходит очень редко, когда инстинкт высиживания силён, но птица по какой-то причине не смогла снести яйцо. У песчанки уже появилась семья. Только что вылупились четыре птенца. Совсем крохи. Ведь их мать и сама весит всего 50 грамм. Птенцы – едва заметная добыча в тундре. При появлении опасности они замирают и становятся практически невидимыми. На шатких ногах они отправляются на первую вылазку. Трудно представить, что уже через несколько недель они отправятся в полёт до Африки. Первая экскурсия длится недолго. Мать знает, что только что вылупившимся птенцам ещё необходимо тепло её перьев. Она тихо созывает птенцов, чтобы защитить их от начинающегося дождя. После ливня песчанки навсегда покинут гнездо. Но далеко не у всех тундровых птиц есть такое семейное счастье. Ворон нашёл гнездо с яйцами. Но ему помешали разбойничать. Ворону не повезло, а медведю вряд ли хватит крошечных птичьих яиц. Удивительно, что самый большой сухопутный хищник на Земле вообще тратит на это усилия. Но в летние месяцы тюленей основной добычи белых медведей становится мало. В июле, когда морской лёд почти исчез, многие медведи проделывают долгие путешествия по суше. Они двигаются на север. Там проходят холодные морские течения с плавучим льдом, где перспективы добыть пищу значительно выше. Летняя жара доставляет медведям трудности. Они голодны, а некоторые сильно исхудали. Однако они всё ещё могут, как и раньше, проходить сотни километров за несколько дней. На их пути иногда случаются непредвиденные встречи. Интересные запахи завлекли медведя на стоянку исследователей. Учёные начинают нервничать. Белые медведи могут оказаться опасны, а некоторые из них совершенно не боятся людей. Где есть двуногие, там есть еда. Это медведь носом чует. Однако, когда людей так много, ему становится не по себе. И он сначала обходит вокруг. Вместо того, чтобы изучить маленькую хижину, он принимается за душевую учёных. Тоже интересные запахи. Белый медведь ведёт себя так, словно делает это не впервой. Обладая огромной силой, он мог бы разрушить всё, но ведёт себя осторожно и действует умело. Зубная паста. Пахнет хорошо, но невкусная. Он быстро замечает, что нечего взять. Но пакет для душа он изучает более пристально. Но купаться ему не хочется. И медведь уходит. Ситуация разряжается. На палатке справа медведь тоже не обращает внимания. Запад в Гренландии. Немного к северу от полярного круга. Летом здесь мягкий климат и зелёные луга. Это царство овцебыков. В 50 лет назад здесь выпустили 27 овцебыков. Богатый край оказался просто создан для них. Сегодня их уже больше 20 тысяч. И число растёт. Иногда у самок бывает даже двое детёнышей. Но сейчас мать не хочет кормить ни одного. Малыш срывает злость на вороне. На западе Гренландии у овцебыков нет естественных врагов, так как здесь не водятся волки. Животным больше досаждает жара. Летом здесь может стать тепло, как в Центральной Европе. Обычно животным достаточно охладить ноги. Несмотря на то, что они хорошо плавают, эти звери редко заходят в воду полностью. Однако в тёплый день даже малыш быстро обсохнет. То, что выглядит как схватка с невидимым противником, — игровое поведение. От берегов Гренландии в открытое море сейчас дрейфует неимоверное количество льда. Самые большие айсберги на Земле образовались из гренландских ледников. Чтобы растаять, им потребуются годы. Летом вода во фьордах смешивается со льдом. Над поверхностью, как известно, находится лишь верхушка айсберга. Арктические моря богаты питательными веществами. В их глубинах обитает одно из самых загадочных созданий — полярная акула. Её образ жизни мало изучен. В отличие от большинства рыб, которые держатся в наполненных светом водах рядом с поверхностью, полярная акула в основном плавает в темноте. Эти инертные животные могут достигать в длину до 7 метров и весить свыше 2 тонн. Они погружаются на несколько тысяч метров и живут, вероятно, сотни лет. Смесь из сталой и морской воды во фьордах Гренландии — нечто особенное. На нерест приплывают огромные косяки Мойвы. Они питаются планктоном и мелкими рачками — крилля. Криль водится в арктических морях в огромных количествах. Он составляет основу рациона многих морских обитателей. Даже 12-метровый горбатый кит питается преимущественно крилля. Кит заплывает на Баку с открытой пастью в косяк, а затем закрывает ее. Летом горбатых китов можно часто наблюдать у берегов Гренландии. Каждый год они проплывают несколько тысяч километров из Тихого океана, чтобы здесь откормиться. Пятнистая зубатка патрулирует морское дно. Как и арктический керчак, она может спрятаться среди морских водорослей. В длину зубатка может достигать полутора метров. Своими мощными челюстями она раскусывает крабов, морских звезд и даже моллюсков. В поднятом иле ищут еду и значительно более крупные морские обитатели. Морж перерывает мягкое дно в поисках моллюсков. Чтобы откопать их, моржи почти всегда пользуются правой ластой. Огромный зверь ныряет в основном на 5-6 минут за раз. За это время он может найти и съесть около 50 моллюсков. В огромной Гренландии есть только два места, где часть моржей регулярно выходит на сушу. И оба находятся в национальном парке. Во всех остальных привычных колонне больше не существует. Виной тому стал коммерческий промысел в первой половине 20 века. Когда нет морского льда, этим крупным ластоногим нужно место для отдыха на суше, чтобы быть в форме к следующему погружению. Они делают добрую дюжину вдохов, прежде чем снова нырнуть. Обычно они уходят на глубину от 10 до 30 метров. Глубже моллюски почти не встречаются. Вечные льды в центре Гренландии. Невероятная площадь в 1,7 миллиона квадратных километров, покрытая гренландским ледниковым щитом. Летом лёд тает. Глобальное потепление ускоряет этот процесс. Если ледниковый щит Гренландии растает, уровень мирового океана может подняться на 6-7 метров. Талая вода вгрызлась в лёд и исчезает в так называемой ледниковой мельнице. Колодца нередко глубиной в сотни метров. В наши дни внутренний лёд тщательно изучается. Долгое время никто не знал, на что он похож. Однако искателей приключений вечные льды привлекали во все времена. Впервые ледяной щит в 1888 году пересекла небольшая группа норвежцев под руководством полярного исследователя Фридьёфа Нансена. Не имея никакой вспомогательной техники, люди тащили свои сани 49 дней на 600 километров. Только простой парус иногда облегчал продвижение. В наши дни в эпоху GPS и спутниковых телефонов искатели приключений прибывают со всего мира, чтобы пересечь льды. Переход ледника не стал менее опасным, чем раньше. Выносливость и сила воли — обязательное требование к участникам. А идея Нансена использовать ветер актуально как никогда. Возвращаемся с внутренних льдов на запад, в зелёный край. Осенью пришла пора брачных состязаний у овцебыков. Самцы всё время ищут готовых к спариванию самок. Но у этой группы уже есть сильный самец. он принимает вызов. И он могучий соперник. Схватки овцебыков могут оказаться опасны для жизни, поэтому сначала в ход идут угрозы. Соперники демонстрируют друг другу бока. рытьём земли они показывают противнику собственную силу. Часто этого достаточно, чтобы более слабый самец отступил. только если никто не отступает, дело доходит до столкновения. Прямое попадание. Правый самец сразу пострадал от удара. Но он ещё не сдаётся. Каждый весит около 400 килограмм. Противники несутся друг на друга со скоростью 50 километров в час. Сила удара равноценна столкновению двух легковых автомобилей. Хоть мощный лобовой нарост и смягчает удар, однако период схваток может затянуться на много недель. И для самцов это огромная нагрузка. лобово Сейчас зима уже не за горами. Ледники Гренландии снова будут двигаться медленнее. Но пока еще внутренний ледник со всей силой двигает вперед свои отроги. Ледяные массы раскалываются на огромные куски и образуют глубокие трещины. На границе ледник толкает перед собой обрывистые ледяные ландшафты. Все выглядит застывшим, но лед постоянно меняет свой внешний вид. Тридцатиметровые ледяные колонны близки к падению. Обычно они разламываются на мелкие куски. Но когда талая вода, как сейчас, подмывает лед снизу, они больше не могут держаться. За несколько часов рушится то, что создавалось тысячелетиями. Хотя обычно этот процесс занимает несколько дней. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мороз и стужа снова завладеют страной, массы талых вод застынут. Теперь зима вернется во всей ее суровости. На самом большом острове Земли снова начнется сезон ураганов и темноты. Гренландия — арктический мир, в котором и в наши дни царят неукротимые силы природы. Темный, ледяной, но вместе с тем и прекрасный. Перевод Елена Акулова Редактор Александр Кривцов Текст читал Владимир Курдов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова